Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Продолжаем анализировать новостной фундаментальный фон, который на площадках складывается, отслеживать динамику инструментов, которые нас интересуют, и стараемся прогнозировать возможное поведение на среднесрочную перспективу тех инструментов, которые подпадают под поле нашего зрения. Сегодня мы с вами замыкаем март, уходим на выходные. Как и всегда, нужно их провести хорошо, собраться силами, где угодно, но найти эмоциональный подъем, потому что со следующей недели у нас начинается новый месяц, апрель, который также заведомо обещает быть очень интересным, поскольку в апреле у нас состоится первый тур выборов во Франции. И, безусловно, не только мы будем следить за этим событием, очень важным для еврозоны и для валюты, которая стоит за ней. Если дело дойдет до самых негативных для, опять же, валютного блока сценариев, к примеру, если Мари Ли Пен все-таки станут расценивать в качестве весьма вероятного кандидата на пост президента Франции, тогда, друзья мои, европейская валюта будет вынуждена столкнуться с распродажами не только исходя из макроэкономической нестабильной конъюнктуры, я об этом расскажу чуть позже, но и, соответственно, еще и из-за политических рисков. Плюс ко всему, в апреле у нас очередная встреча комитета по мониторингу за выполнением обязательства действующего соглашения энергетического пакта нефтопроизводителей, вроде бы как будут рекомендовать, опять же, продлить действие этого соглашения. Уверен, что воды еще очень много утечет по этому инфоповоду. Наша задача пока следить, быть в курсе всех событий, которые связаны с этим активом. Ну и, конечно же, доллар, который будет поглядывать на статистику, собственно, на свой национальный фундамент, будет обращать внимание на те релизы, на которые мы с вами традиционно делаем большую ставку. Но станут ли они определяющими для, собственно, перспектив американской валюты, пока неизвестно. Одну секундочку. Потому что, как показывает практика последних недель, доллар больше воспринимает риски, связанные с бездействием Трампа. Но все может измениться. Это рынок, самая, наверное, подвижная структура, которую вообще можно найти на мировой экономике. И мы на этом рынке с вами работаем. Начнем, давайте, традиционно с нефти. Сегодня клоус вчерашнего дня 53,08. Сейчас актив торгуется с небольшим понижением 52,87. Даже открытие с гэпом. И, возможно, сегодня, вопреки, опять же, ожиданиям и настроек быков, мы увидим все-таки распродажу. Я бы поставил на это, поскольку, если вчера у нас не было возможности засыпиться за какую-то статистику, то сегодня у нас в 21.00 данные от Baker Hughes, количество нефтяных терминалов и платформ, отчеты, анализируемые трейдерами не только с точки зрения того, чтобы убедиться, что число нефтетерминалов растет, а с точки зрения еще прогноза того, как эта статистика повлияет на будущие объемы добычи. И, конечно же, рост числа терминалов, я не сомневаюсь, продолжится. И так он находится на максимальном значении больше, чем за год. Но текущие цены на нефть, особенно после восстановления, опять же, последней недели, точно располагают к тому, чтобы этот бизнес ланцевый оставался на коне. И из-за высоких показателей рентабельности, собственно, и интересовал многих предпринимателей, которые некоторое время назад, больше года цены на нефть претендовали на закрепление, уверенно, ниже 40 долларов за баррель, вынуждены были покинуть этот бизнес. Сейчас мы с вами говорим про высокие технологии, которые используются в Штатах. Мы говорим о том, что США будут оставаться угрозой для всего рынка черного золота из-за значительных объемов предложений, которые уже поступают. Поскольку вчера не было интересных отчетов, мы все-таки увидели растущую сессию. Почему? Да потому что трейдеры обсуждали прошлые факторы поддержки. И росли, собственно, на них ожидания перебоя подставок, потенциальное сокращение экспорта на 250 тысяч баррелей со стороны Ливии. Это надежда, присутствующая о том, что соглашение продлят до конца 2017 года по ограничению производства. Еще не совсем, на мой взгляд, правильная реакция на данные по запасам нефти в Штатах. Не важно, насколько они выросли. Важно только то, что они выросли. И спорить с этим не нужно. Если кто-то считает, что сейчас можно ставить на компенсирующий эффект снижения запасов бензина, это неправильно. Потому что Штаты входят в традиционный весенний-летний период повышенного спроса на топливо. И это обыденность, практика, которая соответствует времени и текущему сезону, который складывается. И я считаю, что мы можем все-таки еще говорить о том, что запасы нефти продолжат расти и дальше. Неважно, какими темпами, самое главное, это будет статистика со знаком плюс, официальные данные. Исторические запасы будут регулярно переписываться, потому что мы и в прошлый раз, даже несмотря на скромный прирост, увидели новую цифру, уже 534 миллиона баррелей. И какой вывод можно сделать из этих релизов? Ну, на мой взгляд, он простой. То, что соглашение ОПЕК, оно выполнено сейчас по скромным подсчетам 95-96, только и даже 97%. Очень много, казалось бы. Ну, что там, 3% остается до сотки. То есть все страны якобы полностью исходили из обязательств, которые были взяты в рамках этих договоренностей. И сделали все, что от них требовалось. Но вы посмотрите на цифры. Очевидно то, что это соглашение не решило проблему ребалансировки, точнее дисбаланса. Не сбалансировало рынок. По-прежнему нефти очень много, запасы катастрофически велики. И, в принципе, на эти запасы уверен в этом году, что точно не найдется должного спроса. Может быть, еще случится какое-то чудо для рынка нефти. И в ходе, опять же, потенциала продления, пролонгации текущего соглашения, будет принято решение еще больше сократить добычу. Но вот в этом мне совершенно не верится. Потому что я уже вижу, как многие регионы против, даже те, кто уже действует в рамках ОПЕК, в рамках этого соглашения против того, чтобы еще больше сокращать производство. И, может быть, даже истинные цифры, они совершенно другие. Вы помните, какое расхождение возникло в отчете ОПЕК по уровню добычи той же самой Саудовской Аравии и в самих показателях, отдельных по региону. Серьезная несостыковка в данных. И я больше склонен верить все-таки первому основному источнику, то есть статистике от самой Саудовской Аравии. Тогда мы зафиксировали вместе с прочими участниками рынка прирост. И этот прирост, по прогнозам Саудовской Аравии, будет продолжен в этом году, точнее в этом месяце, в следующем. Они планируют поднять планку добычи еще на 120-150 тысяч баррелей в сутки. Еще я хочу обратить ваше внимание на вчерашний комментарий исполнительного директора Международного генетического агентства Бироль. Вот все его проигнорировали, но мне кажется, этого делать не нужно, по крайней мере, нам, а тем, кто оценивает средние долгосрочные перспективы нефти. Так вот, Бироль отметил то, что очень неправильно сейчас надеется, что котировки нефти смогут вырасти. Потому что при всем уважении к действующему соглашению, большое количество нефти предлагается прочими регионами. И если каким-то образом цены на нефть продолжат расти, рынок все равно будет на грани того, чтобы заклепнуться от избыточного предложения. Поскольку стоит только котировкам нефти завалиться по бренду выше 58, либо 60 долларов за баррель, как рынок начнет наводняться нефтью, черным золотом со стороны Канады и Бразилии. Это вот прям дословно то, что было отмечено Бироль. Информация для размышления, поэтому как торговать нефтью лично, я буду ее дальше продавать, как это и делаю. Как поступите вы, решаю безусловно вам, но думаю, что многие фундаменталисты со мной согласятся, что особо каких-то перспектив бычих у этого актива нет. Рубль 56.11, то, что мы наблюдаем сейчас стремительное укрепление российской валюты, это только доказывает наше с вами предположение, что дорогой рубль сейчас очень кому-то нужен. Возможно, нужен для совершения очень большой конверсионной операции по покупке крайне дешевой валюты. Но где будет осуществлена эта конверсионная операция? Ну, скорее всего, как минимум на значение в 55 рублей за американца. Поэтому после того, как мы достигнем вот этого локального экстрема, я могу ошибаться, это значение может быть повыше и чуть ниже. Но уверен, что потенциал, который сейчас накоплен в плане девальвации, он начнет разворачиваться очень быстро. Вот вчера верный сравнение, на мой взгляд, с пружиной инерционной. Рублю придется вернуться к более оправданным котировкам против своих конкурентов. И надеюсь, что то, что произойдет, это уже до конца первого полугодия 2017 года. Дальше идем. Доллар японская иена. Восстанавливается поддержку. Американцу по-прежнему оказывают статистики через отчеты по уровню доверия потребителей. Помните, максимальное значение с 2000 года. Это жесткие комментарии представителей ФРС, начиная от вице-председателя, даже можно сказать, от Джанет Йеллен, которая возглавляет, собственно, американские регуляторы. И кончая тех представителей, которые будут голосовать, собственно, по ставкам, основным параметрам денежно-кредитной политики на следующих заседаниях. Эванс, Розенгрен, Уильямс, они сомневаются, что ставку поднимут как минимум дважды. Дальше всех пошел Розенгрен, который считает, что ставку нужно поднимать на каждом последующем заседании. Вчера у нас из новой статистики заявки на пособие по безработице. Регулярный отчет готовит у нас к блоку релизов по рынку труда США, который выйдет на следующей неделе. У нас первая неделя месяца, соответственно, Non-Farm Parance. Сейчас по заявкам 258 тысяч, против прошлого 261 тысяч. Прекрасная статистика 108 недели подряд, когда индикатор держится ниже 300 тысяч. И еще чуть-чуть, и мы вообще будем говорить об исторически минимальных значениях по этому релизу. Данные по ВВП в США за четвертый квартал пересмотрены с повышением 2,1% против прошлого 1,9%. Основную поддержку экономическому росту оказала активность потребителей. Вклад этого, собственно, сегмента был очень высоким, 2,4%. А вот притопил немного показатель дефицит внешней торговли. Считается то, что он стоил экономическому росту на 1,8%. Как я уже отмечал, учитывая, на мой взгляд, по-прежнему высокие показатели потребительской активности, ну уж точно последние релизы, которые мы получали, особо не разочаровывали нас. Я считаю то, что и первый квартал может оказаться для американской экономики очень неплохим. Сейчас мы наблюдаем, как индекс оцепляется за очень важный психологический уровень в сотку. Думаю, что может и пробить его. Но американские трежерис, хоть и восстанавливаются, но очень скромными темпами, доказывая тот факт, что рынок еще не отошел от разочарования, связанного с провальной попыткой Трампа реформировать экономику через законодательный проект о здравоохранении. Из свежих актуальных выступлений можно отметить вчерашнюю риторику Каплана и Дадли, которые также высказались за целесообразность трех повышений процентной ставки. В общем, этот фундамент, исключительно позитивный, конечно же, для Бакса. Он стал причиной вчерашнего роста. Я предлагаю его подождать, как же все-таки мы закроем, посмотрите, эту неделю. И на следующий, уже с понедельника, в ходе брифинга, снова принять решение, как торговать американцам дальше. Стоит ли нам сейчас перевернуться и уже поставить на то, что трейдеры будут постепенно смещать фокус своего внимания на макроэкономический позитив, на перспективу ужесточения монетарной политики и забудут про провальные инициативы Трампа. Это мы с вами, безусловно, обсудим в понедельник. Но сегодня я бы еще поддержал короткую позицию, поскольку закрытие недели может быть очень интересным. В целом, пятневка была насыщена на макроэкономические события. И стоит, безусловно, посмотреть, как трейдеры, если и будут, то каким образом выходить из тех трейдеров, которые были заключены перед выходными. Евро против американца снижается. На текущий момент котировки уже 1,0673. То есть, получается, больше 200 пунктов с локального хая, который также был зафиксирован на этой неделе, пара уже потеряла. Причина ослабления европейской валюты можно было связать с сильным долларом, но американец не очень высоко, скажем, забрался. И действительно, пока при всем, опять же, уважении к статистике, не в полной мере дисконтирует вот этот прогресс и позитив в собственную стоимость. А вот евро валится гораздо опережающими темпами, чем поддержка от статистики. Я думаю, что основная, первая и ключевая причина снижения евро – это спешно пересматриваемые прогнозы и ожидания участников рынка по поводу изменений монетарной политики. То есть, если раньше были надежды на то, что ИЦБ будет раньше выходить из стимулов, возможно, даже будет повышать процентные ставки, очевидно, что сейчас это уже не так. Сегодня у нас на повестке очень важный лист – базовый индекс потребительских цен. Он выйдет в 12.00, то есть буквально через 2 с небольшим часа. Почему он очень важен? Мы, даже отталкиваясь от прогнозов экспертов, сейчас можем заметить в ожиданиях, в тех оценках, которые значатся в экономическом календаре, то, что индикатор просядет. И причина – снижение цен на энергоносители, наблюдаемые в последние недели. Если это случится, друзья, я считаю, что европейская валюта окажется под еще большим давлением, потому что в последние недели месяцы евро поддерживали еще ожидание того, что инфляция будет расти и базовый индекс может добраться к установленной, обозначенной цели европейского регулятора. Если на этот индекс снова будет оказано давление, значит, мы вернемся к прежним факторам, которые использовали, чтобы объяснять снижение евро. Этот сценарий, на мой взгляд, сейчас более вероятен, поэтому по евро я считаю, что мы снова можем претендовать на тестирование поддержки 1.05.50-1.05 в ближайшие дни. USDCAD в паре очень интересная должна быть сегодня. Во-первых, потому что одним из активов этого дуэта является канадец, а канадская валюта сегодня следит за статистикой по ВВП. 0.3% ожидаемой прироста в месячном эквиваленте – это, на мой взгляд, оптимистичная оценка. Стоит быть больше скептиком из-за последних показателей по уровню задолженности домохозяйства и слабой потребительской активности. Соответственно, если статистика разочарует, то канадец окажется под давлением. В целом, канадская валюта уже доказала неделю назад, что очень активно реагирует на национальный макроэкономический фонд. И я надеюсь, что сегодня то снижение нефти, которое мы наблюдаем на азиатской сессии, сохранится до конца торговой сессии. И отчет Baker Hughes по нефтяным терминалам его только усилит. Распродажа нефти позволит нам снова по паре USDCAD приблизиться к сопротивлению 1.34. Фонд котируется на текущий момент недалеко от отметки 1.25. Не хватает уверенности, чтобы оказаться выше и правильно, потому что очень много рисков. Из актуальных новостей хочу обратить ваше внимание на острую критику со стороны главы Еврогруппы Дисельблума, который, в принципе, призвал английское правительство оплатить так называемые отступные за выходы из состава Европейского Союза. Речь идет о 50 миллиардах фунтах. Ну, Англия тут же дала официальный ответ, что ничего они платить пока не собираются. Будем следить за этим новостным фоном. Но, несмотря даже на последние примирительные комментарии Терезы Мэй, я думаю, что еще много негатива мы с вами увидим на рынке. Поэтому на поводу много конфронтаций будет и разногласий между Еврогруппой и, собственно, премьером-министром Англии. Конечно же, условия будут согласовываться. Все прекрасно понимают то, что лучше бы полюбовно завершить этот процесс. Но Еврогруппа, скажем, упертое объединение лидеров европейских стран. Мы это знаем еще по вопросам разрешения греческого кризиса. Поэтому все может быть. Я считаю то, что фунт покупать ни в коем не стоит торопиться. Напротив, как и раньше, актуальная позиция – это продажа. Доллар-франк у нас забрался выше паритета. Мы с вами ждали этот уровень. Думаю, что пойдем выше на прежних, опять же, интервентных вмешательствах Национального банка Швейцарии. Американская фонда растет. NASDAQ переписал рекордный максимум S&P. Догоняет тоже, скоро окажется на исторических планках. Поддерживает трейдеров в ожидании очень хорошего корпоративного периода, который нас ждет уже совсем скоро. Ну и хорошая статистика, настраивающая на то, что экономический рост будет довольно неплохим в рамках первого квартала. Золото корректируется, находясь под давлением локального восстановления доллара. Трейдеры видят и понимают, что форсировать события с дальнейшими покупками драгметаллов не стоит. Если нам придется поменять позиционирование на следующей неделе с вами, мы это сделаем. И думаю, тогда я дам рекомендацию по своевременности продажи золотого актива. Ну это все в понедельник. Сейчас давайте следить за отчетами по ВВП Англии. Сегодня он выйдет в 11.30, то есть первый на нашем радаре. Статистика может оказать серьезное влияние на фунт. Надеюсь, что это влияние будет нисходящим. На 12.00 следим за данными по инфляции в Еврозоне в 15.30. Статистика по личным доходам и личным расходам в Штатах. ВВП Канады в 15.30, также в 21.00 Бейкер Хьюз. Кодовое слово на сегодня пятница. Величина бонуса от 14%. Действует он до следующего брифинга, который состоится в понедельник в 9.30 по Москве. На этом, собственно, все. Большое спасибо всем за внимание. Если вопросы, милости прошу на канал на YouTube. Подписывайтесь параллельно те, кто этого еще не сделал. И моя настоятельная просьба. Не забывайте, насколько важны для меня ваши лайки. Большие пальцы можно ставить. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok